Привет-привет! Присоединяйтесь к нам с Ириной Чекуновой, с контактёром и ченнеллером, который общается с хамилией, с высшей цивилизацией. Да, я знаю, что вы ждали давно этого эфира, я знаю. Добро пожаловать! У нас будут очень сегодня интересные вопросы, которые так сегодня каждого из нас волнуют, я в этом просто уверена. Ирочка, давай к нам в пространство, давай, друзья, мы, как сказать, делаем... О, случилось что-то, Катюш, привет! Привет! Приветствую уважаемую аудиторию! Привет, подружка моя! Привет, подружка! Ну что, мы познакомимся для начала с твоей аудиторией, потому что, может быть, кто-то нас и знает совместно, да? Конечно! Давай познакомимся! Как ты, тебя никто лучше не представит. Я скажу, что ты уникальная девушка... Ой, да ладно, ладно! Подожди! Ну подожди! Во-первых, ты моя подруга! Во-вторых, ты девушка космоса, которую избрали, избрали для того, чтобы транслировать нам всем как проводник, ченнеллер, благодаря которой мы узнаем много интересных истин, которые нам ещё пока неизвестны и которые только мы начинаем познавать, поэтому давай вкратце скажем, что 10 лет уже как ты общаешься с цивилизацией Хамилии, за что большое спасибо, Хамилия! Приветствую тебя в нашем пространстве! Да, может быть, для твоей аудитории... Да, действительно, для твоей аудитории, может быть, это странно звучит, что я общаюсь там с цивилизацией, и нахожусь там на общении на какой-то галактическом проявленном звучании, то, что называется галактическим языком, но на сегодня то время, когда открываются новые возможности для любого человеческого сознания, когда мы действительно приходим к пониманию того, что мир становится другим. И в этом мире естественный процесс того, что мы общаемся с НЛО, с цивилизациями, с какими-то другими формами сознания, это уже становится нормой. Сегодня можно об этом говорить, потому что когда у меня открылся канал 12 лет назад, это была вообще очень такая странная тема и очень закрытая, так же, как у тебя с НЛО, когда ты озвучивал во все видение о том, что там у тебя украли зубы. И, в общем-то, на сегодня это вполне, наверное, нормально в плане того, что на сегодня человеческие сознания приходят к тому, что такое может быть. Уже да. Они не только отрицают, они могут предполагать на самом деле. И пока не прошел человек этого опыта, естественно, он не может понять, насколько это может быть правдой. Это естественное состояние любого человека. Я свою правду, то, что на сегодня происходит со мной, то есть и то, что я общаюсь с цивилизациями, абсолютно нормально принимаю, и себя принимаю такой, и многие меня принимают, и уже людей развиваю в этом направлении, потому как многие сознания уже готовы к тому, чтобы действительно общаться с цивилизациями, общаться с инопланетянами, видеть их, ощущать в своих полях. И, в общем-то, я думаю, мы придем к тому времени, когда это абсолютно будет нормой. Конечно, для каждого на сегодня понять эту систему взаимодействия, но у нас на сегодня время, когда, в общем-то, увидеть космический корабль, это абсолютно нормальная история. Или поговорить на галактическом языке тоже уже нормально. Поэтому давай мы с тобой попробуем развить какую-то тему. У нас сегодня какая-то тема специальная, да, озвучивая. Да, и, моя дорогая... Чтобы покажем, как это работает. Да, давай скажем о том, что, конечно, у тебя уже продвинутая аудитория, которая с тобой уже идет так много лет в своих знаниях, и, конечно, я бы очень хотела, чтобы, дорогие мои любимые друзья, которые, моя аудитория тоже, хотели иметь свой духовный опыт, хотели просветляться, просвещаться и поднимать свое сознание. И я знаю, прежде чем мы начнем нашу очень интересную тему, как же у нас соединяются и как личные отношения и финансы имеют общее начало, и вообще имеют ли они общее начало в этой жизни. Я бы хотела свой личный вопрос тебе задать для нашей дорогой Хамилии. Почему она избрала именно тебя в этом пространстве земном для трансляции людям? Ну, Хамилия, во-первых, не сразу пришла, а она пришла уже попозже, когда я с Серафимом Саровским вышла на канал после состояния стрессовых болезней, и история комы была, и хирургия прошла, и отключение сознания. Это произошло 12 лет назад, когда действительно со мной что-то случилось. Случилось трансформационное перепрограммирование, которое дало возможность мне вообще познать этот мир совсем иначе. И на сегодня то, что я делаю, это тоже людям дает такую возможность познавать этот мир с другой стороны. Поэтому тема на самом деле актуальна. Почему? Потому как финансы – это действительно та единственная энергия, которая материализуется и создает нам все работы наших матричных программ, то, что называем мы просто жизнью. Дорогая моя, прежде чем мы начнем наш контакт с Хамилией прекрасной, и с прекрасной тобой, на скольких галактических языках ты можешь разговаривать? Уже мне интересно, сколько я слышала огромное количество от тебя. Катюш, на самом деле, я даже сама не знаю, сколько языков я могу там выдать на сегодня, но каким образом эти языки проявляются? То есть у каждого человека есть существующая своя курирующая система. То есть мы не просто тут созданы на Земле, естественно, мы находимся под курированием каких-то высших сознаний. И когда, например, я подключаюсь к какому-то человеку, и разные языки или разные цивилизации этих кураторов данного человека начинают со мной контактировать, естественно, тут определяется уровень вибрации человека, на какой ноте мы работаем вообще, на какой вибрации звука мы на сегодня в поле находимся. И, естественно, у каждого есть свой куратор, который руководит нашим процессом. Мы не просто здесь созданы существа и сами по себе идем. Естественно, всех нас сопровождают в пути кто-то, сознание, цивилизация, курируют наши все, каждый шаг, и, соответственно, каждое наше движение, все прописано в программах. И, естественно, если говорить о языке, естественно, мы же так же с тобой общаемся, мы не говорим одинаково. Мы говорим одинаковые слова, но мы вибрационно по-разному общаемся. И мы на английском языке можем общаться, на каком-то другом языке, но мы друг друга понимаем за счет перевода. Но все, что на сегодня дается у нас в состоянии вот этого звука, воспроизведенного с наших уст, естественно, нам дает форму обращения. Мы понимаем друг друга, мы обращаемся и, соответственно, живем. И точно так же происходит с цивилизациями, и также кураторы мне дают информацию, и те кураторы душ, у каждой своей души есть свои кураторы, они разговаривают на своем языке, они передают свою галактическую форму языка. Я точно так же принимаю, так же перевожу и, соответственно, как бы получаю информацию. Для меня это, в общем-то, нету такого, знаешь, понимания, что сколько языков, вот сколько людей, столько языков, сколько обращались, столько языков употреблялось. В общем, я уже чувствую эту энергию вообще просто надо мной. Давай начнем наш процесс. Все-таки, как же взаимосвязана финансовая энергия и сексуальные отношения людей в этом мире? Что сегодня происходит в нашем мире? Да, ну давай я в первую очередь подключусь, чтобы для твоей аудитории не было это особым шоком. Я вам хочу вкратце сказать, каким образом это происходит. То есть я получаю звук, звук дает образование слова, слово в переводе, оно озвучивается мной. Я на самом деле не обладаю никакими знаниями, я просто перевожу информацию, какая будет цивилизация. Ну, естественно, Фамиля, она у меня ведущий куратор, она ведет, если захотите, я поговорю с другими цивилизациями, могу с Катюшиной, могу там, может быть, к какой-то участникам присоединиться. И, соответственно, вы поймете, насколько это по-разному работает. Но вопрос тут не то, что вы поймете, вопрос процесса самого, потому что мы, в принципе, звучащие все. И мы с тобой общаемся, мы звучим, мы друг с другом, люди общаемся, мы звучим. И точно так же это обычный контакт, который происходит на звуке, только с более высоким сознанием. Ну что, поехали? Поехали. Я вас всех приветствую, я в активе Бихмида Масан Тимижер Башкада. И хотелось бы, в первую очередь, рассказать, почему вы здесь сегодня собрались. Лида Худон Зумоши Жукру Машу Кода. Во-первых, система земных форм на сегодня Бихмида Масан Тимашкада предполагает два разных пространства. Бихмида Машурбата – это пространство состояния бихода обычного режима, то, что называется 3D, Бихмида Машу Машу Кода, и пространство 4D, которое на сегодня новое, тот самый духовный мир Бихмида Машурбата, где система работы осознания осуществляется на тонких полях. Лида Хмида Машу Машу Бата. В чем разница тонкие поля и состояние стабильной, стандартной формы, 3D-формата Бихмида Машу Бата? В том, что система по-разному работает. То есть система программ по-разному, потому что каждая программа работает в своей вибрации, в своей энергии. Лида Хмида Машу Машу Бата. Система энергии в программах абсолютно по-разному учитывается в параметрах, потому как, смотрите, что происходит на сегодня. То есть вы находитесь все в каких-то формах, в эволюции идете, и, соответственно, каждый день приносит какие-то новости и какое-то программное обеспечение. То есть проживаете жизнь в основе. Но вы меняетесь при этом, вы не стали такие суровые, вы не стали такие бикмаши жукурботы жесткие по состоянию, как было это, например, 5 лет назад в основе. Потому что меняется система в целом на Земле, и, соответственно, разделение форм пространств дают разные формы энергии. Леда Хмид и Маши Жукурботы. И для чего мы вообще сегодня здесь собрались? Микмид и Маши Машхан – человеческие отношения. Это, естественно, преобладающая база, она особо актуальная. Леда Хмид и Машхан – денежный носитель. Это особо функционально на сегодня, потому что вы видите, что происходит в мире. Бикмид и Машхан – меняются программы, меняются банковские системы, меняется состояние бикмид и жукурботы различных форм финансовых истоков. Микмид и Маши Жукурботы. Потому что система действительно меняет свои показания. Пространство меняется само по себе. Леда Хмид и Машхан – это, естественно, на сегодня путь, который обозначен вам, Бикмид и Машхан – это, конечно, все, что угодно. Леда Хмид и Машхан – это программа вам сегодня предоставляет работу тунгких полей. Бикмид и Машхан – это абсолютно другие формы состояния знаний. Бикмид и Машхан – это другие формы энергии. работают Микмита Машурбата, другое программное обеспечение, то, что называется матричными программами. А матричные программы – это естественный процесс жизненного обеспечения, жизненного поля для вас. И, соответственно, на сегодня уже цикл замены системы программных основ между человеческими состояниями Микмита Машурбата, он приобрел уже новые формы. Кто-то в старом обрасте программ Микмита Машурбата, он будет проживать и будет читать стандартные законы, семейные отношения, какие-то другие формы реализации своих возможностей. Микмита Машурбата – это программа старого братца, которая также фундаментально имеет свое участие. Ликмита Машурбата и создана на сегодня новая пространство, которая дает возможность организовать по-другому и на нейронных связях Микмита Машурбата, и запомнить эти новые возможности, состояния, и прожить их в своем пути. Ликмита Машурбата и программа сами по себе подразумевает, если говорить о состоянии задачности, о задаче сегодня человеческие отношения финансы. Состояние того, что на сегодня происходит в вашем опыте, что человеческие отношения становятся другими. И в формате системы Бихмида Маширбот Курбот, реализации программных форм, бизнес-программ Бихмида Маширбот и взаимоотношений между собой в партнерских отношениях, Бихмида Маширбот и мало того, что еще однополые системы сейчас приобретают характер. То есть система вообще в принципе меняется. И когда отношения и взаимоотношения между людьми на сегодня созревают на новых показателях, Бихмида Маширбот. Естественно, люди сами по себе начинают по-другому рассчитывать эти возможные жизненные состояния. А Лето Маширбот, они по-другому начинают относиться друг к другу, Бихмида Маширбот. Уже нет такой активности животного инстинкта, что была раньше активная работа, Бихмида Маширбот. Сейчас люди стали уже более осознанные, соответственно, они понимают, что ценность-то в энергии, Бихмида Маширбот, то, что вы накапливаете, то и получаете. Лето Мето Маширбот, то же самое в отношениях, то, что вы воспроизводите в поле, то и вы получаете в обратной связи. Лето Мето Маджиме Маширбот. Естественно, очень важно понимать состояние, свое осознанное восприятие в моменте. Бихмида Маширбот, что у вас созревает на моменте времени, потому как вы становитесь другие по осознанию Бихмида Маширбот. А другие почему? Потому как пространство само говорит о том, что Бихмида Маширбот, вы видите, что происходит в мире, что меняется абсолютно все. Показатели выходят на другие уровни активности работ. Поэтому поменяли структуру всецельного мира. Поэтому запустили вам военные действия, чтобы поменять, организовать эту масштабную систему COVID. Чтобы структуру поменять всецельную, и образовать эти новые возможности по фундаментальной работе. Фундаментальная работа заключается в том, чтобы преобразовать систему жизни. Чтобы человек понимал, осознавал новые уровни активности жизненного состояния, битмитумашибат, жизненного поля, вообще, понимая, осознавая, провел этот путь в состоянии быть. Литмитумашибат, и, соответственно, что происходит? Митмитумашибат, коль новые энергии работают, и Земля в подаче, битмитумашибат, цивилизации в этих энергиях, новые, владеат программы. Литмитумашибат, естественно, человек начинает подключать, как активный процессор битмитумашибат к работе, начинает активизировать эту всю форму работы. Литмитумашибат, при том, таким образом, что он начинает изучать этот новый мир. Поэтому люди сейчас начали Бихмит ИМАР. Активно изучать вообще, что же такое вообще жизнь. Бихмит ИМАР. Как энергетически она работает. И в их массу «Батъ», они стали рассчитывать более фундаментальные программы, то, что энергия это основа. Лихмит ИМАРesin Тибисер, баш-ли-баш-рубод. И когда человек начинает организовать это фундаментально в своей работе, в осознанности, Бихмит ИМАР, у него по-другому складываются вообще все пути. Бихмит ИМАР. Оорганизуется работа программ нового поколения. Лихмит ИМАР. организуется любовь по-другому, сексуальная связь, все, что носитель является жизненной формой, жизненной основой». И, соответственно, когда запускается энергия новых форматов программway, и другие источники, в том числе финансы, которые сегодня затронут эти темы, начинают работать иначе. И в чем фундаментальность этих форм что человеку нужно возрастить сознание, возрастить энергию. И выйти на тот уровень, когда система позволяет выйти на другие программы, рассчитать их, осознать, включить «Мит ажурбот» в работе. Пример абсолютно есть «Мит ажурбот». Например, когда в определенное время вы начинаете забывать о каких-то людей, с которыми были актуальные состояния «Мит ажурбот», либо забывать вообще какие-то слова «Мит ажурбот». Потому что идет активная перезагрузка систем «Мит ажурбот». И все системы, естественно, забываются те, которые отработаны, которые наработаны душой по плану «Мит ажурбот». Соответственно, все системы начинают приходить к новой трансформации и приобретать этот новый опыт. Но что происходит дальше? Происходит только то, что вы на сегодня в моменте осознаете процесс состояния. Нейронной связью уже на сегодня не работает. То, что вам определили ваши предки, как вы жили по этому состоянию, как вы организовывались. И не ДНК формы, не те формы состояния кодов, которые определяли состояние ранее. То есть, как человек работает. Он работал, запоминал, проходил опыт, накапливал какие-то энергии, раскрывал какие-то программы. И в этом была жизненная основа. И это и есть фундаментальная работа. А на сегодня мозг начинает закрывать какие-то слова, каких-то людей, приходят новые возможности и так далее. Почему это происходит? Потому что отработаны эти программы. То есть, вы пришли к уровню осознанности в более высокой частоте и перешли к новой матрице. Матрицу в данном контексте я называю все программы, которые вы видите, слышите, осознаете, где проходите жизненную платформу. И, соответственно, человеческая суть в отношениях, она становится совсем иного порядка. Но что нужно заметить на сегодня, что если в пространствах разного формата 3D и 4D в одном пространстве это сексуальная энергия, основа, это фундаментальная работа. Потому что вы пришли сюда плодиться, вы пришли развивать человеческую стать, взращивать. А на сегодня самая основная актуальная работа – это сердечный центр. От любви. Если вы общаетесь с ребенком, то от любви вы только получите результат. Иначе будет противостояние. Если вы входите в отношения, партнерские, либо любые отношения только от любви, тогда будет концентрация состояния аккумулированной энергии и, соответственно, создаст вам какую-то базу. Но если вы выстраиваете на ДНК формах работы, у вас не будут получаться эти опыты. Почему? Потому что на сегодня во времени в эволюции программа такая, что идет перезагрузка этих форм. И ваше сознание на сегодня должно воспринимать именно то, что вы чувствуете. Вы заполняете эти новые нейронные носители, новые состояния программы, соответственно, запускаете эти новые энергии. И, соответственно, чтобы понимать, осознавать этот процесс, естественно, человеческое сознание либо через опыт растет, проходя опыт временем, годами, либо берет инструменты и начинает эту энергию накапливать. Бихмит Машикан. Любым опытом сейчас масса мастеров, Бихмит Машикан, масса всяких энергоинструментов, которые создают вам дополнительный ресурс и поле. А кто-то просто молится, и это тоже отличный инструмент. Бихмит Машикан. И мы к чему переходим? Бихмит Машикан. Человеческие отношения, они меняют форму состояния. Бихмит Машикан. И вы не стали такими уже деструктивными, потому что само по себе поле 3D-формата – это деструктивная форма обращения. Бихмит Машикан – это только низкая вибрация, где страх, обиды, где любовь приобретается через жесткие структурные состояния. Бихмит Машикан, где секс является преобладающим, дабы получить этот опыт в организации эмоций, ощущений, состояния и так далее. Бихмит Машикан. И, соответственно, эта форма уже проработанная. Человеческое сознание выходит на новый высокий уровень, когда именно в отношениях выстраиваются эти новые формы работы. Бихмит Машикан. Почувствовала, случилось. Бихмит Машикан. Что чувствую, то проговариваю. Не ухожу куда-то в замки, в созидание Бихмит Машикан, дабы я замолчал и неделю не разговариваю с партнером. Выход? Нет. Бихмит Машикан. Но это программа системы 3D матрицы, которую вы проходили каждый. Бихмит Машикан. А на сегодня форма отношений раскрывает новые возможные состояния, где каждый из вас индивидуален. Бихмит Машикан. И каждый в своем уровне сознания создает вот эти новые состояния. Программы. Бихмит уже работа энергии. То, что чувствуете, то и воспроизводите. И человеческие отношения сегодня пришли к такому опыту. И, может быть, каждый из вас понимает уже, что да, функционально это работает. Бихмит Машикан. Уже осознаете этот тонкий процесс. Когда вы по-другому реагируете на ту или иную ситуацию. Бихмит Машикан. Вы по-другому, любя, относитесь друг к другу, либо уже думаете, какие слова вы выводите. Бихмит Машикан. Естественно, сознание человека растет. Бихмит Машикан. Потому что человеческое сознание сегодня понимает, что фундаментально то, что вы создаете, то и взращивается в показателях. Бихмит Машикан. Это действительно так. Потому что человеческая суть работает именно таким образом. Ту энергию, которую вы выводите, та энергия приходит к вам. Она пополняется, расширяет свои возможности и так далее. Бихмит Машикан. И об отношениях. На сегодня Бихмит Машикан. Естественно, основная приоритетная задача – это сложить максимально качественный ресурс между людьми. Бихмит Машикан. Это так, чтобы мир жил в благодати, в созидании Бихмит Машикан. Бихмит Машикан. В ресурс выходил на качественных эмоциях. Бихмит Машикан. Не на структиве, как вы вырабатывали, через ревность, контроль, какие-то глубокие негативы Бихмита Жукова. Потому что матрица сама по себе ограничена возможностями. Была и есть. Бихмит Машикан. Вы работаете в двух пространствах. Лето Бихмит Машикан. И когда вы пришли к этому состоянию, что да, я заканчиваю связи, у вас так автономно происходит. Бихмит Машикан. От меня отходят люди, приходят новые. Бихмит Машикан. Приходят новые программы возможности. Я осознаю себя иначе. Уже вы пришли на новую ступеньку возможностей развития своего духовного состояния. Лето Бихмит Машикан. И в этом духовном состоянии очень важно познать глубину Бихмита Машикан. Именно в отношениях Бихмита Машикан. Это, естественно, проявленное состояние, которое человек испытывает. Без отношений человеку очень сложно существовать. Бихмит Машикан. В любом случае, эмоции, работающие в человеческой форме, это энергия. Бихмит Машикан. Если человек не разговаривает, не ощущает Бихмит Машикан. Естественно, энергия заставится. Она не даст функциональной никакой работы. Вы никогда не сможете стать богатыми Бихмит Машикан. Вы никогда не сможете проявлять какие-то программы новые, потому что нет на это потенциала. Бихмит Машикан. А нет потенциала только потому, что энергия должна постоянно нарабатываться. Бихмит Машикан. Кундалини должны развивать ваши физические события. Лето в Турмосенде Машикан. И в отношениях вот эта наработка в эволюции во время вашего 21 века, именно в 2022 году, она имела возможность, Михмит Машикан, перестроить эти фундаментальные работы. Потому что прошел переход, и Бихмит Машикан – это переход массовый. Это то, что Земля позволила себе разделить эти пространства, создать это новое пространство 4D. Лето в Миши Машикан. Где работают действительно высокотонкие энергии. Бихмит Машикан. Благодать, любовь и так далее, созидание. Лето в Миши Машикан. Человек выйдет в ресурсе со временем в эти состояния. Бихмит Машикан. Но ему нужно переработать все источники для того, чтобы познать, опыт пройти, энергии пройти. Бихмит Машикарбата. Чтобы прийти к этому фундаментальному, функциональному плоду создания. Лето в Миши Машикан. А создание – это как раз то, что вы чувствуете в моменте. Бихмит Машикан. То есть вы ощущаете момент, соответственно, вы в моменте принимаете решение. Бихмит Машикан. Вы эмоционируете, вы чувствуете, вы ощущаете тело. Бихмит Машикан. Вы выделяете где-то любовь, а где-то осознанное восприятие. Лето в Машикан. Это момент, каждую секунду происходит у вас. И в этот момент вы включаете либо базовые программы, которые у вас есть в состоянии потока знаний, они у всех наработаны, и они в основном деструктивного характера, потому что вы прошли жизнь, вы прошли опыт, и сама по себе матрица деструктивная по носителю форм. Либо вы выходите в качественную структурную основу на ощущение, я чувствую, говорю, и при том не просто говорю, а проговариваю для того, чтобы получить результат работы. Это уже осознанный подход, это уже новая форма обращения. Если люблю, то говорю об этом, если не люблю, я тоже говорю об этом. Зачем эту энергию держать, содержать в своем поле? И в состоянии отношений очень важна вот эта взаимосвязь, когда человек встречается вибрационно подобно друг другу. Эти системы фундаментальных работ, они, естественно, сейчас насыщатся. Пара выходит в андрогенную систему, люди в бизнес-проектах, либо в партнерстве, они выходят в более высокие формы. И, соответственно, они создают новые возможности, новые программы, создают просто новый мир. И, соответственно, каждый, выделяя эту энергию, создавая это новые возможности поля, и, соответственно, приобретаете, и для себя, и для мира создаёте новую возможность. То есть работать в других состояниях. Мир и так активен в этом созидании. Прости, хочу с вами слово, не могу, потому что очень быстро Камиля общается через тебя. Всё понятно, что мы ищем таких людей вибрационных с нашим опытом жизни. Другой вопрос. Мы находимся в семьях. Есть наши дети, есть наши мужья, жёны, которые находятся с нами в разных абсолютно пространствах энергетических, на разных уровнях осознанности. Как нам в этом мире, где происходит полное обнуление, найти друг к другу тот баланс, благодаря которому мы бы общались на одном языке, на одних энергиях. Со своими людьми, людьми, с которыми мы уже давно. Алина Демитта Машрубота. В этом и состояние. То есть Бихмита Машрубота. Если вы в одной семье, соответственно, у вас есть какие-то задачи. Бихмита Машрубота. Вот ребёнок не просто так приходит в семью. Бихмита Машрубота. Он выбирает родителей по энергетическому потенциалу, по кармическим связям и так далее. Бихмита Машрубота. Ребёнок приходит именно с этой именной формой Бихмита Машрубота, с фамильной формой Бихмита Машрубота. Образованный на земных программах. Именно то, что закладывается сразу в основе. И, соответственно, вы имени, в отчестве, фамилии Бихмита Машрубота. Уже программная форма. Уже реализация заложена. Ребята Машрубота. Естественно, вы находитесь все в разной программе. Бихмита Машакана, коль мы собрались в один источник поля в общении, в общество, значит, есть какая-то фундаментальная, функциональная задача. Естественно, вы друг друга принимаете, перерабатываете, проходите эмоции, повышаете свой уровень осознанности, проходите опыт. В этом функционал роста сознания, потому что вы попали в эту ячейку общества. И как раз осознанное восприятие, когда вы работаете на тонкой форме энергии и говорит о том, что Бихмита Машакана, а как я подхожу к этим фундаментальным программ. Либо я в эмоции вступаю, закрываю и месяц не разговариваю с кем-то. Либо я проговариваю и активно выстраиваю это обменное поле на состоянии. Лидер Митамасан Тимижебады. И когда сознание приходит к тому, что действительно я в точке момента начинаю активизировать форму работы Бихмитамасан Тимижебады и вывожу то, что я чувствую на сегодня, а не так, как раньше следовало показателям. Бихмитамасан Тимижебады. У вас меняется фундаментальная структурная работа. Лидер Митамасан. Естественно, вы разный по вибрации. Естественно, у вас сейчас настройка этого общего поля происходит, потому что идет глубокая трансформация. Лидер Митамасан Тимижебады. Но вы бы не остались при том, когда было бы разделение поля. Оно проходило буквально 5 лет назад. Лидер Митамасан Тимижебады. И год будет 21-12-го. Как только трансформация осуществила свои возможные формы, если вы вместе в ячейке находитесь, неважно, в обществе, в семье, в партнерстве, Бихмешекан, значит, есть сила Бихмешекан, которую можно отрабатывать, перетрансформировать и, соответственно, запустить в эти новые источники. Лидер Митамасан Тимижебады. И как раз здесь-то вопрос осознанности. Бихмешекан, сможете вы эту энергию держать в поле? Бихмешекан, сможете вы понять друг друга? Либо вы расходитесь? Бихмешекан. Это абсолютно нормально на сегодня, что вы разошлись, не удержали, потому что вы отработали то, что надо было. Бихмешекан. Может быть, деструктивное, может быть, внимание, может быть, заботу, может быть, какие-то терпения функциональные. Бихмешекан. Но вы даны друг другу для чего-то. Лидер Митамасан Тимижебады. А вам фундаментальная матрица. Вы, естественно, коpreh вместе на сегодня находитесь, соответственно, у вас есть содержание другое, где вы распространяете фундаментальную работу и, соответственно, выводите качество. Лидер Митамасан Тимашкорбаты. И в данном случае качественное отношение заключается в том, чтобы вы слышали друг друга. Бихмешкан, понимали друг друга, осознавали этот процесс, а что вы слышали, вы разговаривали, чтобы вы чувствовали сердцем все происходимые состояния, которые у вас в моменте преобразуют вашу основу. Бихмешекан. И, соответственно, все фундаментальные чакральные формы работают именно таким образом, чтобы составить вам целостную работу, потому что на сегодня партнерство выстроено во времени, максимально структурное, бихмит и маши-маши-маши-кады, чтобы партнеры слышали друг друга, чтобы они понимали, но эту функциональность нужно определить и сонастроить. Мит и маши-жукру-маши-боз-руботы. Поэтому, чтобы сонастроить, естественно, это ваши труды. Естественно, у кого не хватает сил, расходится. Бихмит и маши-маши-боз-руботы либо впадают в эмоции, соответственно, находятся в поле 3D-пространства. Ли-хмаши-боз-руботы. У кого сил достаточно, они трансформируют эту энергию на новую качественную структурную форму. То есть они проживают все, они проходят опыт, они структурируют свои системы в новые носители, понимание жизни. Ли-хмит и маши-кады приходят, естественно, к новым показателям. Ли-хмаши-маши-кады и дети ваши точно так же. Бихмит и маши-маши-боз. С каким подходом вы к ним относитесь на сегодня? Либо нельзя, бихмаши-маши-боз, это строго граничные возможности, потому что люди так скажут, потому что еще какие-то программные есть в обиходе. Либо вы от любви проговариваясь, создаете эту новую форму. Ли-хмит и маши-боз. И вопрос, естественно, подхода. Кто ведущий? Как правило, ведущая женщина в семье. Ли-хмит и маши-боз. В любом случае женщина, ведущая в активе. Бихмит и маши-кады задают параметры. И женщины, они эмоциональны, они быстрее развиваются, они быстрее понимают, они быстрее проходят опыт по функциональности, глубины. Ли-хмаши-шукру-маши-боз. И здесь женщинам очень важно понимать, насколько они структурно в основе, насколько они честны сами перед собой. Бихмит и маши-боз. В отношениях, в любой задачности, в любом функционале. Ли-хмит и маши-боз. И от нее уже зависит, как дальше будет строиться основа. Бихмит и маши-боз. Если в отношениях женщина не слышит мужчину, это просто не ваша женщина или просто не ваш мужчина. Ли-хмит и маши-кады. Потому что вибрационно вы не совпадаете. А сейчас структура перед трансформацией, если вы придете к итогу Бихмит и маши-боз до 2025 года, года, к итогу основному в гармонию, в баланс, до 2025 конца будет перерабатываться эта форма. 2026 это уже запуск гармонии и баланс, когда вы будете уже активно выстраивать поточность бихмашекан на том, что вы смогли совершить в моменте этих лет. Лидок мидомас энтимежир бошу босрубот. И, соответственно, это действительно экспериментальная работа бихмашекана, кто справится молодцы, кто не справится, найдут своего бихмашекана по источнику вибраций. Лидок мидомас энтимашкан. Но отношения на сегодня обнуляются, действительно, в формате того, что это, естественно, зависит финансовый поток, потому что насколько вы осознаны, насколько вы энергетически работаете в этом опыте, согласно тому, что вы чувствуете, ощущаете, как вы воспроизводите эту всю историю. Естественно, процесс того, что на сегодня все энергия, отношения энергии, взаимосвязь энергии, лидок мидомас энтимежир бошу боты. И от того, насколько вы слышите себя и чувствуете свое тело, и ощущаете этот весь процесс в глубине, в основе. Микмаша Карбата. И тут ключевое слушать себя. Это основные параметры системы настроек. Ли Хмиды, Мостры и Межруботы. Настолько работают все энергии доступной формы. Естественно, это в первую очередь финансы. Если вы запускаете энергию, если вы ее не застаиваете, если вы ведете в отношениях, либо просто во взаимосвязи, в любых отношениях, в человеческих отношениях, естественно, эти фундаментальные программы финанса, они будут все больше и больше приходить к вам. Ли Хмас и Машхады. Нет энергии, нет финансов. Понимаете, это для себя. Почему с одним партнером ты ощущаешь ресурсное состояние и финансы, а с другим не ощущаешь? От чего это зависит? Линда и Миша Бата в разные по структуре. Бихмиды, Машхады, Миша Бата. Тут разные системы взаимодействия, кармические связи участники. Например, Бихмиды, Машхады, вы вступаете в любовную программу. Бихмиды, Машхады, Миша Бата. У вас приходит партнер, он вам визуально нравится, Бихмиды, Машхады, но внутренний состав абсолютно не ваш. Бихмиды, Машхи, Машхи Бата сработает. Но вы влюбляетесь в его внешнюю среду. Бихмиды, Машхи, Миша Бата. Влюбляетесь, значит, в форму энергии, которая дает возможность развивать дальнейшие события. Вы влюбились, и, соответственно, вы этот источник включили как точку основы, точку события, момента. Бихмиды, Машхи, Машхи Бата. А потом начинается, скрывается вся моя сать, Миша Бата. Взаимоотношения. И на каком уровне взаимоотношений? На сексуальной энергии, на состояние сердечной зоны, на осознанном восприятии, на проговорах вы выстраиваете эту контактную форму, это уже кармическая связь. Естественно, где-то у вас был опыт информационный. Естественно, вы прорабатываете какую-то энергию, для чего-то, может быть, для одной энергии собрались. И вы будете крутить эту энергию, пока не придете к показателям качественного сознания. Например, ревность многие проходили, и все проходили эту форму. И меня, любого партнера, а ревность, она присутствует в вас. Это же ваше. Пока вы бы ее не накопили и не сотворили, естественно, вы бы не вышли на новые показатели. И, соответственно, когда приходит к вам партнер, либо партнерша, вы считываете то, что вас зацепило. А вас должно зацепить, он к вам пришел, потому что заложены эти события. А какое развитие дальше, в каких формах энергии? Это, естественно, индивидуальный процесс. Потому что система сама по себе где-то терпение, где-то внимание, где-то заботу отрабатывает, а где-то любовь нарабатывает через такой колоссальный опыт. И, соответственно, здесь-то, конечно, вот эта тонкая грань, вы каким образом ведете этот опыт? Либо вы все бросили и пошли. Значит, организованная работа, вот все, больше нет сил. Соответственно, в ваш источник поступит та форма энергии, которая дальше будет образовывать вам поточное качественное состояние. Бихмида Машакана, если вы все-таки, вас что-то держит, любовь, сексуальная энергия, какая-то возможная энергия, которая между вами собрана уже, Бихмида Машакана, вы не можете расстаться, соответственно, еще не отработаны эти формы. И вы в этих формах, естественным образом, ведете опыт. Бихмида Машакарбата друг друга, естественно, нагружая разными состояниями, Бихмида Машакана, либо через любовь проходя, Бихмида Машакана, как будто вы организуете эту поточную работу. Кому-то это поточная работа до конца века, а кому-то это на какие-то года, Бихмида Машакана, у каждого свой срок существования в поле. Дорогая Хамилия, скажи, пожалуйста, у вас, понятно, что вы живете на тысячи лет вперед от нас, цивилизация выше, продвинутее, у вас тоже есть такие вопросы, которые у нас, это личные отношения, это ревность, это отработка, это разные энергетические поля. У вас есть это, или у вас этого уже нет? И вы так гармонично. Лиза Мит Машакана. Естественно, у нас никакой материализации нет, Бихмида Машакана, но у нас есть форма энергии, которая работает, в общем-то, человеческое существо, сейчас выводим на эти параметры. Бихмида Машакана, когда вы выходите не на состояние знаний, форм, то, что вы заложили в опыте, Бихмида Машакана, а когда вы выходите на состояние чувствования. Лиза Мит Машакана, почему здесь очень важная грань на сегодня, чувствовать, если вы уже чувствуете и делаете какие-то шаги, и реализуете в своей жизни Бихмида Машакана, соответственно, вы уже становитесь более осознанным состоянием, вы за счет энергии работаете, вы принимаете решения, вы создаете какие-то новые формы, чувствуя и дум. Бихмида Машакана, Машакана, вспомните такое выражение у вас в состоянии вашего человеческого языка, Бихмида Машакана, я просто чувствую. Откуда это? Бихмида Машакана, а это действительно та форма тонкой энергии, которым не каждому доступная дана. Лиза Мишакана, потому что она самая правильная. Она та чистая энергия, которая приходит в уровень сознания вашего тела, Бихмида Машакана, и начинает работать. Бихмида Машакана, кто-то более чуткий, более осознанный, более вибрационный начинает включаться сейчас во времени, потому что сейчас такое время в эволюции. Лиза Мишакана, а кто-то еще на нейронной связи высвобождает, и, соответственно, эти формы старых программ загружаются. А почему так? А я поступлю так, как раньше, и начинает это работать дальше. Естественно, сознание не растет, и уровень состояния Бихмида Машакана, активной, качественной жизнью, Большой 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 Больш Абсолютно только ваше. Викмит Машакан, вы создали себе на слове актив Викмит Машакана ситуацию, и вы в ней можете 10 лет пробыть. Викмит Машакан, не проработать эту энергию. А если вы чувствуете и в моменте приобретаете стать новое состояние сознания, которое определяет новый формат 4D, вы, естественно, по-другому складываете форму и отношений, и энергетических потоков в целом. У нас такое количество вопросов, и постараемся кратко на них ответить. Дорогая, есть ли слабая энергия кундалини? Как встретить своего ресурсного человека? Линд Машакан, вы замечали, наверное, что кундалини – это основные параметры. Викмит Машакан. Сейчас кундалини – это особо развитое состояние, когда действительно, может быть, внешне не особо активен Викмит Машакан, не особо красив человек, но душе красота. Викмит Машакан. В чем это отражается? Естественно, и мужчины, и женщины сейчас в Викмит Машакан не на красоту внешне идут, потому что энергия по-другому работает. Они идут на энергию. Викмит Машакан школа работа. А энергия – это та форма проявленности, которая на сегодня заработана каждой душой. В опыте Бихмита Маширбата, в других реинкарнациях, Лиды Миды Маширбата. И кундалини – это физическая материализация, которая дает эту мощь и силу. Бихмита Маширбата. Естественно, если развиты кундалини, тогда и все программы, они более эффективные. И финансы работают, и сексуальная энергия, и сердечная зона, и так далее. Лиды Миды Маширбата – это форма энергии, которая сама по себе, Лиды Миды Маширбата, должна организовать постоянный поток. Поэтому вам дали секс, Бихмита Маширбата. Секс дали почему? Вы начинаете физически вступать в взаимосвязь, у вас определенная форма движений. Лиды Маширбата – аккумулируется энергия кундалини в хвосте. Это ваша копчиковая часть, Бихмита Маширбата, и кровоток начинает заполнять активность. Лиды Маширбата – первая чакра, и, соответственно, первая чакра отвечает за программы. Бихмаширбата – финансовые потоки, за сексуальную энергию. Это животный инстинкт, который в определении наслаждения у человека особую роль, Бихмаширбата, и возможность занимать состояние вашей жизни. Лидов тоже Маширбата, и, соответственно, что происходит? Мишмаширбата – когда кундалини развивается, соответственно, у вас возможности больше. И это форма энергии, которую нужно постоянно развивать. Либо физически в форме Бихмита Маширбата, то есть накачивать ее через физический элемент, через сексуальную связь. Лиды Маширбата – естественно, нужно понимать, с кем вступать партнеры. Естественно, не рассеивать энергию, а ее аккумулировать на фундаментальной работе. Это семья, это партнерство, это Грегор, Бихмит Маширбата, где никуда энергии не уходит ни к этому Боширбата, потому что это целостная работа. Если вы куда-то ушли на сторону, особенно в семье, лидохмида масса мата и кундалини – это такая нежная энергия, сама по себе проявленная, которая требует постоянного ухаживания, бихмида масса мата, через сексуальную связь развития, бихмида масса мата, через состояние накопления энергии Земли, потому что вы земные существа выходите по Земле, лидохмида масса мата, и, соответственно, через вашу потенциальную работу, насколько ваши вибрации на сегодня позволяют в осознанности, в какой матрице проявить. Производить эти формы. Лидохмида масса мата, потому что все вибрация. Что такое вибрация, хотела бы объяснить, потому что многие не понимают. Лидохмида масса мата – это сила, мощь, энергия, которую использует человек в жизненном основе. Бихмида масса мата, сколько вы наработали в инкарнациях, сколько вам записано по имени, фамилии, отчеству, сколько вы выработали, сколько вы инструментов приняли, соответственно, сколько вы создали этого поля. Литов Тунзе Миде Машир Бошир Бос Рубода. И вот эта вибрация, то, что называется человеческая основа, целостное состояние. Литов Миде Машир Бад. Она, естественным образом, отражает показатели работы кундалини. Бихмидо Машир Бад. И насколько кундалини развиты, настолько вы мощны в других структурных формах. И в программах, и в финансах, и в социальной правильности, и в человеческой форме основе. Есть ли возможность ускорить появление подходящих партнеров в жизни? Линда Машир Бад, это да, есть такая возможность. То есть, если точка событий, например, прописана, у вас у каждого есть программная форма. Риндокмитэмасэнтимэжибат. Естественно, в каждой программной форме есть определенные временные режимы, которые по стандартному уровню определены согласно вашему времени. Потому как вы, например, выходите замуж в определенное время, гормоны в определенное время работают, завершаете, когда тело уже изношенное, свои программы, потому что есть фундаментальные работы определения состояния программ и энергии в этих программах. Риндокмитэмасэнтимэжибата. Но при этом вся эта программа, она, естественно, расписана в информационном поле. События во времени, бихмаши-маши-бос-рубот и так далее. Но при этом, если вы осознанно работаете над собой, аккумулируете энергию, потому что все в управлении сознания, бихмитэмаши-маши-маши-бос-рубот и, соответственно, вы на точке событий можете собрать ту форму системы сонастройки, которая на сегодня вам нужна в этом опыте, коли есть такой запрос. А запрос у системы сознания, бихмитэмаши-маши-бос-рубот, возникает именно тогда, когда мысль приходит, а мысль – это энергия, бихмитэмаши-бат. Вы же все работаете через мысль. Пришли мысли, вы начинаете действия вести. Лиддэмаши-бат, и коль мысль приходит, что, например, я хочу себе партнера, вы уже созрели, бихмитэмаши-бат, на ту величину энергии, которую вы на сегодня составляете сами. Лиддэмаши-бат, на ту отработку показателей, которые в программе записаны по фундаменту. Бихмитэмаши-бат, абсолютно, если записан партнер, вы можете усилить в работе на сегодняшнем времени в 4D-формах, в 3D невозможно. Это стабильная структурная программа. Лиддэмаши-бат, на 4D вы можете управлять сознанием. Я знаю, что у хамилии есть такая практика по притяжению желаемого ресурсного партнера в вашу жизнь. И для лучшей... Да, есть... Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. Ну, наверное, хамилия лучше расскажет. Микмитэмаши-бат, 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 Микмитэмаши-бат. Действительно, актуальная тема на сегодня, почему из эгреготора вышла эта фундаментальная работа по инструменту во взаимосвязи, Лиддэмаши-бат, потому что на сегодня испытывают пустоту в отношениях людям. Микмитэмаши-бат, Микмитэмаши-бат, Испытывают пустоту, и не могут вот из этого колеса сансары вырваться, потому что не знают, куда идти. Нейронные связи старые не работают, Микмитэмаши-бат, потому что программы закрыты старого образца. Новые вы еще не накопили в опыте, и отсюда пустота. Лиддэмаши-бат, И это пустотное состояние, естественным образом, Лидхмита Машурбата должно дать какие-то источники Бихмита Машурбата. И это пустотное состояние должно возрастить какое-то зерно, потому что иначе либо будет развод Бихмита Машурбата, либо энергия пойдет дальше и найдет свой источник нового поступления Лидхмита Машурбата. Но здесь очень важно знать, что любое формирование поля растет за счет опыта, который вы проходите во времени. Бихмита Машурбата, а временно сегодня особо ценна у человека. Лидхмита Машурбата. Либо вы с помощью тех инструментов, которые сегодня в новом формате подаются, Бихмита Машурбата, собираете это поле и, соответственно, на это поле создаете ту форму энергии, которая работает на вас во времени. Лидхмита Машурбата. И когда вы получаете, например, инструмент, неважно, от какого мастера Бихмита Машурбата, либо в нашем эгрегоре получаете основу, вы, приводя состояние в осознанный инструмент Бихмита Машурбата, вы, получая этот инструмент, естественно, фиксируете на работе. Лидхмита Машурбата. Кто там молится и просит себе жениха, либо невесту? Бихмита Машурбата. Почему? Способ абсолютно фундаментальный и абсолютно работающий. Просто время дольше займет, потому что вибрация, система молитвослов, она работает на определенном вибрационном состоянии. А если говорить о новых инструментах, которые сегодня подаются, они подаются через звук, это основа, опять же, через слово, сознание растет через этот опыт. И когда вы осознаете, естественно, приходят новые возможности. В том числе, гимасантамашибат, сознание, когда, например, находится в каких-то отношениях, михмитамасантимежибат, естественно, они, когда приходят к пределу фундаментальному, они знают, люди, куда идти. И почему эти практики созрели во времени? Потому что сегодня это острая задача. Во-первых, острая задача в том, чтобы запустить людей в состояние пространства 4D, то есть родить новых детей. Соответственно, родить новых детей могут быть только осознанные существующие формы, михмитамасантимашибат. И невозможно привести душу более высокого планетарного состава, если родители сами по себе в низкой форме. Бихмитамасантимашибат. Поэтому здесь развитие состояния сознания в приоритетной возможности, соответственно, создают такие вам события, чтобы развиваться. Бихмитамашибата. Встали, получили стопор, бихмитамашибат, что-то нужно дальше делать. Естественно, кто-то пойдет на низы, соответственно, будут в этом активе, в 3D-формате проходить этот опыт. А кто-то, бихмитамашибат, через новые функциональные возможности, бихмитамашибат начнет с собой работать. Бихмитамашибат начнет усиливать эту энергию. Бихмитамашибат начнет усиливать эту энергию. Они нас могут поднять на свои вибрации? Или же родители должны это детям привить? Линда Хмидомашкан, сейчас вообще, бейхмидомашкан, понимаете, что, во-первых, система времени плотности. Бейхмидомашкан, то есть сейчас у женщин цикл перестраивается на 41 день. Бейхмидомашкан – это норма фундаментальной работы новых форм программ. Линда Хмидомашкан, гормональные базы, по-другому сейчас участники. И с каждым временем вы будете становиться вроде как моложе бейхмидомашкан по визуализации. С помощью своих родителей, как вы выглядите сейчас и как они в своем возрасте. Бейхмидомашкан, тимиджимашкан башрубот. Поэтому каждый год он более усиленно работает в эволюции на состоянии качественного обеспечения. Линда Хмидомашкан, тимиджимашкан, и новые дети, они, естественно, выбирают более осознанных душ, чтобы прийти в семье, соответственно, произвести рождение. Бейхмидомашкан, тимиджимашкан башрубот. И сейчас план, задачу всех цивилизаций – запустить свои источники. Бейхмидомашкан, т.е. все души, которые должны быть на земле, выполнять какие-то программы этого нового мира, духовного состояния. Лиды хмит и маши мады, естественно, это души должны быть высокоаберационные сами по себе. И они придут именно в те семьи, где родители высокоаберационно-качественные. Где они смогут дать какой-то фундамент материализации, который даст им обеспечение земных программ. Но при этом дети, естественно, приходят с новыми процессорами. Бихми та маши мады, они, естественно, скоростные, они более эффективные в работе, у них сознание по-другому работает. Михми та маши мады, у них глубина другая в состоянии формы. И это начинается именно с этого текущего года. Бихми та маши мады, если вы понимаете, что вы беременны, либо их масса рабочего бата, приходите к плотности. И эта форма программы плотности сейчас активно включена. Даже во время цикла вы можете получить плотность. Даже во время менопаузы можете получить плотность. Потому что сейчас все программы выстроены для того, чтобы привести душ максимально возможное в новое пространство для духовного созидания. Лиды хмит и маши мады, и что происходит дальше? Бихми та маши мады, естественно, чада приходит уже более функционально, с новым процессором и создает этот новый мир на Земле. Дима, шмаши, бас, раканы. Естественно, они будут учить вас, учить новому опыту функциональности. Бихми та маши мады, а вы будете земным программам учить, как фундаментальные задачи выполнять. Лиды хмит и маши мады, единственное, что в этом пространстве, в новом пространстве 4D, лиды хмит и маши мады будут хрботы. У вас у каждого будет своя программная форма. Бихми та маши мады, то есть у вас нет родовых каналов, связи, где несут обеспечение, как в 3D, где вы каждый в ответе за кого-то и какую-то нагрузку ведете с учетом рода. Бихми та маши мады, здесь ведет каждый свое самообеспечение. Поэтому нет таких родовых привязок, как раньше, собраться с семьями, что семья – это основа. Бихми та маши мады, да, это основа. Но показатели фундаментальные бихми та маши мады, они созревают уже по-другому. Лиды хмит и маши мады, и дети приходящие, они самостоятельные. Они очень быстро будут выходить из режима семьи. Лиды хмит и маши мады, они вам будут показывать, насколько фундаментально вы будете расти за счет них. Михми та маши мады – это скорость, это понимание мира другого. Бихми та маши мады – обеспечение программ, которые будут все больше и больше загружаться в матрицу. Лиды хмит и маши мады. И вы друг другу даны в помощь. Михми та маши мады. Не просто как в 3D формате. Я научу ребенка, он будет таким. По своему опыту. А не важно, правильный он, неправильный. Он ваш опыт. Михми та маши мады. А вы насаживаете эти программы в 3D. Очень много таких трамических систем бихми та маши мады. В основном, и вы тоже, бихми та маши мады. Потому что вы получили от родителей своих. Бихми та маши мады. Родители не знали, как существовать. Они, бихми та маши мады, знали на уровне своего сознания. Это опыт. Эти системы, которые являются абсолютной нормой. Но при этом на сегодня фундаментально выстроено то, что новые дети, которые приходят, бихми та маши мады, в мир, в общество, в вашу семью. Лиды хмит и маши мады. Они по-другому уже рассчитывают эту матрицу. Бихми та маши мады. Они самостоятельные. Очень быстро становятся. Бихми та маши башка башка башка. Они более скоростные. И вам этой скорости нужно будет поучиться. И эти новые программы вам тоже сразу не освоить. Они будут вас учить этим новым формам. Лихма ши башка. Вы, наверное, заметили, что сейчас от ваших детей приходят новые слова, которые вам абсолютно неизвестны. Лихма ши башка. И также будут приходить новые имена. Человек приходит в новое осознание, когда понимает, что все энергии, каждое слово и каждая буква имеет ресурсную стать. Бихми та маши башка. Вас же не просто назвали Екатерина. вас назвали, потому что у вас фундаментально и в Е, и в К, и в А различные формы программ вложены. Бихми та маши башка башка. Если ваше имя рассмотреть по форме фундаментальной работы, там масса программных форм, потому что вы уже с этой программой. Вы пришли в эту семью. И кто-то поменял фамилию, тоже программу обрел. Лихма шы башка. И, естественно, сейчас люди с более осознанным подходом, в 4D, они будут подбирать имя. Естественно, не из старых базовых программ. Бихми та маши башка. Они будут подбирать имя, которое дает новые возможности, Изучая эту матрицу звука, бихмишикан, потому что звук это основа, бихмишикан, буква это основа, с чем вы работаете в информационных полях. И вы будете уже ребенку изначально, своему ребенку приходящему, собирать, неважно, внуку, внучке, чаду, бихмишикану, уже новую функциональную матрицу, которая будет работать на другой частоте. И ребенок очень быстро будет адаптироваться в этой частоте, потому что от имени зависит абсолютно все, это программа. И от дадов, которые приходят на Землю, в бихмишикану зависит именная форма. Лидакмина, машикарбат, потому что Бог вы творит, вы сами создаете эту матрицу, бихмишикану, и родители в этом помогут чаду воплотиться на Землю для того, чтобы прийти к этим возможным формам. И, естественно, чат будет помогать вам в новых состояниях слов, помогать в новых состояниях вибрации звука, которые будут проявляться. И фундаментально эта вибрация звука тоже другая. Вы же заметили, наверное, что, например, то, что происходило в старых программных формах, это уже не актуально на сегодня. Какие-то торжества, свадьбы, они уже абсолютно не востребованы. Каждый человек сейчас идет в состояние осознанного восприятия. То есть он время потратит именно на себя, на свою энергию для того, чтобы по поводу. Не важно, пойти в баню, создать себе уход, полюбить себя, потому что это очень важная форма энергии на сегодня. Потому что насколько вы любите себя, настолько вы создаете поле. Человек не может полюбить другого, если себя не любит и вовсе. Эта функциональная система развития этих форм, она будет все больше и больше развиваться. Притом инструменты звук, инструменты познания себя, через вибрационные эти энергетические потоки, соответственно, будут совершать действия. Вопрос. Почему олигархи не выглядят ресурсными мужчинами, а скорее изможденными? Хороший вопрос. Да, кстати. Ленда Меда Машимашарбата. Кто такие олигархи? Во-первых, люди, которые не имеют интереса жизненной формы, которые достигают определенной успешности, они теряют жизненный интерес. И в основном сейчас олигархи переходят на новую фундаментальную работу развития себя. Ленда Меда Машимашарбата, опять же, в форме энергии начинает развивать себя, чтобы получить какую-то новую возможность мысли, которая придет на новом уровне осознания, на новой тонкой энергии, которая образует новую фундаментальную программу, например, какой-то проект. Ленда Меда Машимашарбата. И на сегодня действительно, когда фундаментально человек уже физически наработал опыт, и нет привязок к деньгам, либо они есть, они продолжают развивать это на более тонких формах, если их нету, то они начинают развивать себя, как существующую форму, как сознание, человеческая форма существования. И измодеренность только в том, что они, создавая бизнес-программ, просто так деньги с неба не валятся, бихмит и журбот с работой, и эта программа состояния олигархов, это тоже уже наложенная форма изначально, когда человек приходит на землю, бихмит и журбот, и поэтому все программы собрались именно таким образом, что они стали олигархами. Ихмаш и Машкан, естественно, чтобы они стали олигархами, у них все программы прорабатывались, бихмит и журбот. В основном они, естественно, земные истощающие, бихмит и журбот, в плане того, что затратные в энергии, бихмаш и мать в мыслеформах и так далее. И, соответственно, вроде человек, бихмаш и журбот в золотой клетке, но он несчастлив. Продолжение определенной формы, которая действительно имеет истину. Бихмита Масан Тимижербат. Потому что интерес к жизненной форме, он заканчивается. А сегодня, на сегодня во времени, Бихмита Масан Тимижербат. Почему олигархи приходят к этим новым возможностям? Они знают массово себя развивать, потому что форму энергии создавая, они приходят к новым показателям. То есть организуется новая мысль и работа. Бихмита Масан Тимижербат. Но это переходное состояние, трансформационное, которое абсолютно каждому дана, но каждый в своем формате будет двигаться во времени. Благодарю. Как увеличить сексуальную энергию, чтобы быть притягательнее для мужчин, спрашивают у нас. Линдзе Масан Тимижербат. Естественно, это целостное состояние. Мы сейчас говорим о том, что если говорим о мужчине, то мужчина в 4D абсолютно другой. То есть Бихмита Масан Тимижербат. Он свободен, он вольный. И женщина точно так же. Бихмита Масан Тимижербат. Нет уже тех программ, что женщина идет за мужчиной. Это не хорошо, не плохо. Это просто программа фундаментальная. Бихмита Масан Тимижербат. И на сегодня ресурс иньянь, он в балансе. 50 на 50 работочего состояния. Бихмиты Масан Тимижербат. То есть женщина выделяет ресурс, мужчина ресурсных не подтягивается. Либо наоборот. Линдзе Масан Тимижербат. Если женщина не ресурсная, мужчина с ресурсом никогда не посмотрит на нее. Потому что энергетически сейчас поля работают на более тонких формах. Линдзе Масан Тимижербат. Либо это брак и партнерство будет настолько бесполезным, и неемким, и во временном режиме коротким. Линдзе Масан Тимижербат. И здесь что важно? Важность в том, чтобы система состояния и Бихмитова за Рубош Работа. Естественно, развивала любые формы, в том числе и сексуальные энергии. И целостное состояние в этом и есть в кундалини развитой формы. Потому что женщина целостная, она тогда, когда она независимо от денег, Михмаш Работа и мужчина тоже, Бихмитова за Работа, когда у нее все получается, подумала, случилось. Литовый Мишакан, когда она работает через сердце или он через любовь, Микмаш Работа, вот это целостный подход фундаментальный. И тогда развитая кундалини в каждом дне Бихмаш Работа аккумулирует энергию и, соответственно, создает поток. И тут как раз возможность Каждого из вас Преобразовать эту форму Есть у каждого Просто нужно над собой работать Не просто развивать кундалини Нужно заняться телом Нужно заняться питанием Нужно с эмоциями гармонию вывести Как минимум инструментов на это массы Тогда в теле, в чистоте Только будет чистый уровень сознания И только при этих показателях Развивается тонкая энергия То, что называется кундалини Она становится мощной Она становится постоянной И все, за что бы вы не взялись Абсолютно все спектры программ Начинают работать автономно Например, почему у людей нет денег Почему они в долговые обязательства уходят Значит, где-то замок в состоянии первой зоны Энергия либо земли слабо работает Это могут быть патологии физические Например, в хвосте, в копчике Сексуальная энергия, не работающая по показателям То есть слабости в мужском и женском коле Почему возникает? Потому что нету системы рождения Бихмита Маса Машкада Система рождения возникает на какой-то базе На какой-то потенциальной основе Которая ведет в состояние более аккумулированной энергии Литахмита Маса Машкада И в чем сексуальность проявляется? Бихмита Машкада Она не проявляется в красивом платье Либо в красивом бихмошу-бота белье Бихмита Машкада На сегодня сексуальность проявляется в голосе Бихмита Машкада В взгляде, в движениях, в уме Бихмита Машкада Абсолютно определяется во всем И кто-то какую-то программку зацепляется Соответственно, эту сексуальную систему Бихмошу-бота Сексуальную энергию организует в своих возможных формах То есть воспринимая эти формы Литахмита Машкада И на сегодня система работает таким образом Что если вы цельны Соответственно, у вас и сексуальная энергия развита Бихмита Машкада Если у вас есть это учительское энергосостояние То, соответственно, у вас и сердце будет не так работать От сердечности Соответственно, будет токсичная форма сознания То есть вы будете лгать Бихмита Машкада И, соответственно, не придете никакому ресурсному опыту Литахмита Машкада И здесь что важно? Бихмита Машкада Здесь важно содержание вашей целостности Бихмита Машкада И тогда система на целостном состоянии естественно, привлекают любую форму работы. И мужчин, и женщин будет много, и Бихмашкана, и не надо много, а нужно так, чтобы Бихмашкана был один и цельным. Но к этому нужно прийти, нужно создать, и вам нужно потрудиться в этом опыте. Потрясающе, да. Я хочу спросить у своих кураторов, дорогая, какой посыл они бы хотели мне сказать через себя, вот сегодня в моем дне, в моей жизни? Сейчас подсоединюсь. Пиши Грубош Руботы, Димиша Канна Катя Лейтых Масок, Анна Лейли Бихмаш Руботы, сейчас подсоединять тебя на основе. Спасибо за предоставленную возможность, я с вами в поле. И действительно, я курирую эту душу для того, чтобы организовать возможность новых форм и вести обеспечение жизненной основы. Какой запрос будет у души, я с удовольствием отвечу на ее вопрос. Задавай. Хочу узнать о нашем взаимном сотрудничестве с хамилией, где энергия, звука и сила звука сегодня очень сильно выходят на поверхность. И для того, чтобы мы создали что-то во благо людям, что сегодня мы должны транслировать людям в нашей общей энергии с хамилией. И с Алиной Чайкуновой. Вы вообще в звуке активны с самого рождения. Поэтому звук – это основа созидательных форм для вас и в каждом времени вы находите себя. Потому что это основной инструмент, который повышает и ваше вибрационное поле, и людей в том числе. Поэтому все больше и больше будет возможностей приходить, которые музыкально сопровождающие в нотах. И в каждом времени будут выходить новые проектные состояния. Где звук – это основа и энергетический емкий звук по проводнику. И в каждом времени будут выходить новые текущие возможности состояния для поля бихинах вашего башьего работы кормацы двата. Но эти формы будут и для исцеления, и для наполнения, и для восстановления, и для раскрытия любви в основе, заложенной по фундаменту. Поэтому вы созданная система для того, чтобы организовать через звук разные фундаментальные работы и в каждом своем времени свои формы. Поэтому чем ваш уровень сознания будет выходить на более высокую частоту, тем вы будете более активным проводником звуков для населения, для общих форм. Будет разное состояние инструментов брать, но понимайте, что у вас качественный инструмент в ваших руках, с помощью которого вы сможете высвобождать новые формы. То есть в моих руках есть энергия, благодаря которой я буду создавать новые формы? Тут говорится о том, что у вас инструмент звука, это основа, с которым вы будете дальше работать, но разные вибрации выполнять в исполнении, через слова, через звуковые вибрационные формы, и в этом будет миссия ваша по исполнению задач. Благодарю, спасибо огромное моим кураторам, Ирочке. Ну что, Катюш, нужно приступать к совместному тогда проекту музыкальному. Да, давай совместные мантры интересные во благо людям, для раскрытия сердец, для нового воплощения, нового сознания, и я буду просто бесконечно этому счастлива. Спасибо тебе большое, моя дорогая. Спасибо тебе, подруженька, тоже за такой прекрасный эфир, за такие прекрасные вопросы. И до новых встреч, и всем удачи, всем развития. Всем развития, до новых встреч. Спасибо. Душевного тепла. Пока-пока.